Привет, на связи Олег Тарабанов, и в этом видео я поделюсь с тобой одной из своих самых любимых техник по мотивации, которая называется трехочковой. Она применяется в любой жизненной ситуации, это можно использовать в семье, при продажах, переговорах и публичных выступлениях. Самое главное, что эта техника очень простая, она нативная. Особо круто эта техника работает, когда человек, с которым ты общаешься, и тебе необходимо продать ему какой-то товар, либо услугу, он сразу же закрывается в начале общения, говорит, что ну я уж с кем-то работаю, у меня уже как бы поставщики есть, и вот знаешь, ну как бы вот это мне сейчас не нужно. Техника помогает таких людей раскрыть и замотивировать. Но перед тем, как мы придем к самой технике, давай сначала поговорим о самом важном правиле мотивации. Если мы хотим кого-то замотивировать, нам необходимо точно на 100% знать, что нужно человеку. Недавно на одном тренинге я рассказывал о мотивации и привел один интересный пример, вы, кстати, тоже можете у себя его использовать. Молодому человеку я дал шоколадку Snickers и сказал, Макс, давай, тебе нужно замотивировать Машу на то, чтобы она купила у тебя Snickers. Ну естественно, он, как и большинство людей, сразу же начал ей его продавать. Он подошел и начал рассказывать, слушай, Маш, тут такая шоколадка, это вообще лесные орехи, ты представляешь, Snickers, компания давно на рынке, Snickers, это гораздо лучше, чем Марс. Слушай, если ты ее купишь, я тебе в подарок завтра принесу еще один Snickers. И он целые две минуты пытался убедить ее купить эту шоколадку. У него не получилось продать ей шоколадку. Я спросил, Маш, а в чем вообще вопрос? Она говорит, а я сладкое не ем. То есть главный принцип в любой мотивации, это понять, что нужно человеку, и потом его на это мотивировать. Но образно, если у вас есть сотрудники, и сотрудников особо не интересуют духовные ценности, не интересует там миссия компании, то руководитель, который будет говорить, ребята, мы с вами изменим мир, наша компания станет великой, вы представляете, мы вот так помогаем людям. А им на самом деле пофиг, и просто нужны бабки. Если он скажет, ребят, я вам сделаю лучшую бонусную систему, буду платить дополнительно там 20% к зарплате, они скажут, вау, мы готовы. Поэтому перед тем, как использовать технику, убедись, знаешь ли ты на 100%, что нужно человеку, который сидит напротив тебя. Как выглядит трехочковый? Он строится по схеме 3 плюса и минус. Что это значит? Вначале нам необходимо похвалить человека тремя плюсами. Не всегда нужно использовать 3, то есть, если ты понимаешь, что где-то можно похвалить 2 раза, ты хвалишь 2 раза. Но для чего это делается? Особенно, когда человек вначале говорит тебе, нет, мы уже с кем-то работаем, у нас уже есть ораторские курсы, у нас уже есть поставщики из зерна, нам это не надо. Ты не начинаешь его убеждать, как многие делают, сразу же с минуса. Ну вот вы знаете, у них вот это не так, а у нас вот лучшее, мы вам лучше условия предложим. Потому что это втюхивание. Вначале мы должны раскрыть человека, расположить его к себе. И вот здесь помогает первый плюс. То есть нужно за что-то искренне его похвалить. Например, когда я открывал студию по отбеливанию зубов в Севастополе, у меня совершенно не было ресурсов. И я встретил человека, у которого уже была студия, она практически не работала, находилась в таком подвешенном состоянии. И мне нужно было его замотивировать на то, чтобы мы стали партнерами. Естественно, при знакомстве я не стал говорить сразу же, ну вот смотри, у тебя вот такой бизнес, он просто вот скоро совсем развалится. Ну наверняка у тебя прибыли нету, чем все закончится. Потому что человек бы скорее всего сказал бы, нет, мне это неинтересно. И я начал с трех плюсов. Первое, я похвалил его за то, что он воспользовался этой идеей. Потому что я сам увидел ее на ютубе, она мне безумно понравилась. Я рассказал ему об этом, что ты красавчик, что ты ее используешь, ты красавчик, что ты все это начинаешь делать в городе, где об этом еще никто не знает. Второй плюс у меня был связан с тем, что этот человек активно занимался маркетингом. То есть он не просто купил франшизу и забил на нее, как делают многие, а он тратил много времени на то, чтобы создавать рекламные материалы, делать рекламу ВКонтакте, привлекать блогеров, делать разные промо-акции. То есть он действительно отдавал себя этому бизнесу. Третий плюс заключался в том, что он подходил к работе очень ответственно. Когда ты заходишь в салон, там все выглядит дорого, богато, он использует только лучшие материалы, все стерильно, всегда с улыбкой, есть специальные инструкции. Я похвалил его за это, сказав, что такое вообще мало кто делает. В основном люди просто открываются и забивают. И только после этого я перешел к минусу. И принцип здесь заключается в чем? Показать человеку, что будет, если не предпринять никаких изменений. Например, я ему рассказал, что смотри, если сейчас эту студию вот так же и оставить, как она есть, она будет тебе приносить деньги, которых ты хочешь? Он говорит, нет, не будет. Я говорю, окей. А вот ты можешь, конечно, на нее тратить много-много времени, пытаться сделать так, чтобы она прям заработала, стала глобально известной. Но я так понимаю, что тебе это уже не нужно. И вот я сейчас предлагаю исправить эту ситуацию. Я готов на себя взять ла-ла-ла-ла-ла и так далее. И вот здесь идет основной этап продажи. Но до этого мы с вами располагаем человека, делаем его лояльным. Потому что если посмотреть на шкалу лояльности, то люди покупают, когда они вас любят, они вам доверяют. И когда они находятся в состоянии войны, они никогда у вас не купят. Поэтому задача с помощью трех плюсов перевести человека вот в эту плоскость. Вчера одна из участниц моего курса рассказала, как она применила у себя эту схему. Она занимается продажей недвижимости. И вот она говорит, Олег, я когда приезжаю на объекты, у людей очень часто негативное отношение к рилторам. Ну, мол, нужно платить комиссию, да они могут меня обмануть, да вот я без них справлюсь, да вот что, они тут надоедливые, 20 человек уже позвонило. Она говорит, раньше я не знала про эту фишку, было сложно работать. А сейчас, говорит, я ее внедрила и сразу же один человек дал мне шикарный результат. Как она это сделала? Когда она приехала и словила порцию негатива, то есть человек находился вот здесь на шкале лояльности, она сказала ему первый комплимент, что здорово, что вы уже настолько ознакомились с документацией, которая необходима. Вот я вижу у вас целый список, потому что мало кто вообще это делает. Человек такой, оп, его похвалили, то есть его не начали убеждать, ему не начали ничего продавать. Его действительно оценили по достоинству. Дальше она сказала, очень здорово, что вы разбираетесь в рынке, потому что тут вы говорите, есть такое агентство, есть такое агентство, это классно, что вы уже все промониторили. Потому что чаще всего люди, они не мониторят и вообще не знают, как устроен этот бизнес. Потом у нее был какой-то еще третий плюс, после которого она показала выгоды работы именно с ней. Она говорит, вы, конечно, можете это сами, да, потому что вы разбираетесь, вы профессионал, вы молодец. Но если мы с вами поработаем, я помогу вам избежать вот этих, вот этих, вот этих, вот этих ошибок. По сути дела, она превратила клиента в друга, который ей сказал, окей, давайте сделаем, я не думал, что с риэлторами так просто работать. Этот же принцип вы можете использовать при мотивации сотрудников. И то же самое, кстати, я делаю у себя на курсах. Когда у вас есть человек, который отличился, он сделал что-то очень крутое, и он такой весь, я молодец. Конечно, его нужно похвалить, то, что ты красавчик, ты сейчас достигаешь, ты выполнил объем продаж. Но если мы только сделаем похвалу, то человек, скорее всего, скажет, да, я молодец и больше мне делать ничего не надо. То есть мотивация у него пропадет, он уже звезда, он на вершине. И вот что мы можем сделать с помощью этой техники? Мы хвалим его показатели, показываем, что он добился уже огромного роста, вспоминаем, какой он был, какой он стал. Но в конце мы говорим, что, там, Дмитрий, я очень хочу, чтобы твои показатели еще выросли, чтобы ты не останавливался на достигнутом. Потому что твой потенциал огромен, а мы пока использовали только его малую часть. И это человека сподвигнет к тому, чтобы не останавливаться. И теперь резюме. То есть перед тем, как мотивировать человека, вам необходимо понять, что он конкретно хочет, что ему нужно. Вы должны это знать. Дальше мы переходим к трем похвалам за что-то и делаем это искренне. То есть тут не должно быть никакой наигренности, не должно быть никаких шаблонов. Желательно заранее продумать, за что вы могли бы похвалить этого человека. Переводим его из состояния войны и закрытости в состояние любви и лояльности, когда он говорит, окей, я готов тебя слушать. И в конце делаем мотивацию на решение какой-то его конкретной задачи или боли. Друзья, мне очень важна ваша обратная связь, поэтому если вы где-то примените эту фишку, пожалуйста, напишите мне в любой социальной сети, что это была за ситуация и к чему она привела. Ну, например, вы кому-то что-то смогли продать, может быть, вы кого-то смогли на что-то замотивировать, а может быть, жена приготовила вам вкусный завтрак впервые за долгое время.